За последние 10 лет моей карьеры я выиграл несколько титулов, но единственный титул я выиграл нескольких титулов, но больше всего я хочу поиск ИГО. И поскольку я сейчас ставлю перед собой цель добиться этого титула, и не только один раз, но и все три титула. И сейчас мне предоставляется возможность выиграть не только один титул, но все три. Я верю, что Бог работает в мастерских способах, и это мой депутат, это мое депутат, это мое депутат, это мое предназначение. Выиграть все три титула в понедельник. Для этого я думаю, что русские люди. Я не могу сказать, что я не знаю, как много фанатов у меня есть здесь. Я очень радуюсь за поддержку и за вашу поддержку здесь. Я чувствую ваше тепло и как вы болеете за меня. В моей жизни было очень много препятствий. Я спотыкался и падал, но всегда знал, как подняться. Все, что я могу сказать, что я был в hell, и я вернулся, и я вернулся. И ничего не может остановить меня. Я ошибался, но продолжал движение, и ничего не сможет меня остановить. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Я хочу поблагодарить всех, что мы здесь собрались. Это будет очень интригующий бой для всех болельщиков. И, надеюсь, всем понравится. Тренировка, которую Сергей провел в прошлой неделе, был очень хорошим. Спасибо. Я всех приветствую на Уральской земле, на своей родине. Спасибо, что пришли поддержать меня. И придете в понедельник поддержать. Конечно, благодарю Богу это все это, что дает мне такие возможности. Знакомит нас с людьми по жизни. И в этом году я познакомился с Игорем Алексеевичем Волтушкиным, кто является главой русской медной компании. И в результате нашего знакомства образовался этот боксерский вечер, который пройдет 11 июля. Ему также отдельное спасибо за организацию и создание этого боксерского праздника. Я считаю, это праздник для всех россиян и для тех, кто любит бокс. Ну, в частности, для меня тоже, потому что весь самый сложный этап позади, тренировочный этап осталось. Теперь порадоваться самому и порадовать вас 11 июля. То, что могу сказать о сопернике, о байзике, о члене. Конечно, это очень мотивированный боец на сегодняшний день. И именно это и делает его опасными. Так как я знаю, что только мотивация. И именно мотивация ближе к многим. Я также мотивирован на этот бой. И вообще много еще боев. Дай Бог здоровья. Желание есть. Поэтому будем, я думаю, в понедельник. Браво со всеми, если дай Бог. С Божьей помощью. Также хочу, конечно, поблагодарить отдельное спасибо телеканалам, которые будут транслировать этот матч. В моем эфире этот матч ТВ. И так же мигантский канал HBO. Которого все равно я являюсь в Америке. Но также моему промоутеру Эдитую. Мигантс промоушенс. Эггису Климусу. Титов боксинг промоушенс. Всем, кто принимает в этом участие. Непосредственно всем. И, конечно, моим фанатам, любителям бокса. Которые неравнодушны к этому виду спорта. И, в частности, в моей карьере. Поэтому ваша поддержка очень важна. Приходите от месяца июля. И, дай Бог, будем радоваться вместе. Спасибо. Хотелось бы задать вот такой вопрос. Свой крайний поединок ты проводил как раз-таки в Екатеринбурге четыре с половиной года назад. Может быть, ты не скажешь, но, может быть, приоткроешь хотя бы за навесу того, что сейчас, какие чувства ты переживаешь, возвращаясь. А, на уральскую землю. И, Б, вот с какими чувствами ты подходишь к этому бою с учетом тех обстоятельств, которые были в крайнем поединке, которые проводил ты во дворце игр в Екатеринбурге спорта. Что внутри тебя? Насколько волнительно? И так далее, и так далее. Я уже стараюсь не думать о том, что было. Я живу настоящим и верю только в будущее. Поэтому передо мной стоит задача. Однажды я сказал слова после того боя, после того случая, да, себе и Богу. Ну, и к тому же Роману, если могу, вот, что я буду продолжать биться за себя, за него. И чтобы он гордился мной, так как он тоже хотел стать чемпионом. Поэтому на сегодняшний день я живу в настоящем будущем и смотрю только в будущее, чтобы не забеднать, как говорится, честь свою и его. Поэтому я не думаю о плохом. Все будет отлично. И дай Бог, что в таких случаях ни у кого никогда не случалось. Дай Бог всем здоровья. И осознанно выходить в ринг в стопроцентном здоровье. В здравом уме, без каких-либо обязанностей. Вот это я хочу пожелать каждому боксеру и вообще всем людям в частности. Спасибо. Это дополнительный отпечаток или же, ну, все так же, как за океаном, скажем так? Ну, если честно, это мой каждый бой. Я в первую очередь люблю себя вообще-то для себя и за себя, да, скажем так, чтобы моя карьера продолжалась. Вот, но помню о том, что есть большая база моих фанатов, которые непосредственно болеют за меня, которые поддерживают, желают всяческих успехов и побед. Также спонсоры, которые поддерживают также меня. Моя команда, которая мне однажды поверила, это вот в лице Эгиса Климаса и Кэти Дуба, которые поверили мне, дали мне шанс себя реализовать. Вот, которым я воспользовался. То есть это я все уже откладываю, скажем так, ну, на второй план. Но это всегда учитывается. Я никогда не хочу этих людей подвести, поэтому я с полной уверенностью иду вперед. И где бы этот бой ни был, по большому счету разницы не имеет. Но хочу отметить, что, конечно, Россия и именно Урал, это мой дом, тут видят все мои родственники, приедут около 50 человек. Кто с работы отпросился, кто, то есть наоборот, с утра пойдет на работу, то есть у кого не получилось отпроситься. Поэтому, то есть всеми правдами и неправдами будут все присутствовать и также все мои знакомые, друзья, фанаты. То есть это большой реально праздник. То есть здесь, конечно, откладывается такой еще больше ответственности, вдобавок той, которую, в принципе, я испытываю каждому бою. И которую я уже озвучил. Поэтому очень, ну, скажем так, волнуюсь и нервничаю так по-своему. Вот, ну, не показывая, может, вида, но очень переживаю, как все, конечно, пройдет. Тем более, это такое событие впервые, ну, вообще, на Урале. Зачем гриб России, по большому счету, за три титула, ну, такого боя еще не было в стране. Поэтому это тоже на меня накладывает определенную ответственность. Вот, и груз, который я должен вывезти. Но, с другой стороны, что нас не ломает, то делает настолько сильнее. Поэтому вот мой тест будет на прочность. 60 тысяч. И, говорят, он, во-первых, не рассчитался, а во-вторых, сам вопрос такой шла. Если бы сейчас у вас было желание поставить, то никакой грамот, никакой результат был поставлен. Ну, что касается Паскаля, это уже такое… Забыл я про него уже, так как… О плохих людях стараюсь… О плохих людей стараюсь в голове не держать, поэтому я про него забыл уже. Вот этот человек вообще, ну, так, балабол по-нашему. Свои слова не отличаются. Нет, он не рассчитался и еще и придумал отмазку, что якобы я съехал со ставки. То есть, я отказался. То есть, если, в принципе, кто в интернете селился, может посмотреть в моем твиттере, где это все подтверждено, что я согласился на его ставку и отказов там никаких не было. Вот. Проиграв этот спор, эту ставку в 50 тысяч долларов, которую, кстати, он говорил, что если в случае победы кто-то из нас должен будет направить эти деньги детям в благотворительность. То есть, они даже не личные деньги, то есть, не наличные расходы, а для детей. То есть, он обманул-то не меня, он обманул детей. Вот. И просто я всячески пытался там тоже в соцсетях там дергать, как говорится, за веревочки его. И там где-то в интервью велик. Ну, человеку вообще без разницы, кто он и что он. Потому что, я говорю, не зря я его назвал пуском говна, да. Потому что он, на самом деле, ими является. Вот. Ну, по ставкам, то есть, вы имеете в виду побои вот на данном месте. Я этими делами не занимаюсь и вам не следую. Я согласен. Да, вы, господа, заключители. Ну, мы обманулись мы Hahn трубим. Продолжение следует...